Уже два года Наталья Маркова воплощает свою мечту в жизнь. Она руководит творческой студией, где обучает детей и взрослых вязанию и создает эксклюзивные вещи на заказ. Помимо этого, ее мастерская сейчас еще и настоящий штаб волонтеров СВО. Рукодельницы создают своими руками теплые вещи – шапки, хомуты, носки для участников специальной военной операции. Весточка из родного дома – это всегда радость бойцам. Говорю, наверное, будет откровением, что письма, которые присылают даже дети, ребята с удовольствием читают. Мы даже снимали ролик с ребятами на эту тему. Нам дети присылали посылки, там были письма, мы снимали, как это зачитывается и все такое. То есть очень приятно, оно прям действительно как тыл такой ощущается тепло из дома. В сплоченной команде многодетные мамы, неравнодушные женщины и девушки. Каждая вносит свой вклад в благое дело. Необходимый материал предоставляют благотворительные организации. Так с помощью наших рук дружных парни там обогреваются и защищают нашу родину. Я работаю в фонд защиты жизни с Натальей Геннадьевной «Неделька» и Оксаной Григорьевой. То есть здесь у меня пункт передачи, с этими банками тоже интересно получилось. Просто тоже была чисто моя идея, что надо делать эти свечи. Посмотрев видео, где солдаты согреваются с помощью окопных свечей, здесь начали принимать и металлические банки. Благодаря информации в интернете сейчас в мастерскую горожане приносят заготовки для создания свечей. Их готовы передать тем, кто занимается их изготовлением. Часть уже отправили в Туртаз. А местные мастерицы делают свечи даже на дому. Плести сети я пробовала, но младший ребенок заболел, я выбилась из графика. А окопные свечи я могу делать дома. Написала Оксане Григорьевой, она мне подсказала контакты девушки, которая занимается свечами. Узнала, какой парафин нужно заливать, посмотрела, какой лучше фитиль. И все, дома делаю. С бойцами у волонтеров есть обратная связь. Они узнают, что необходимо на передовой. Сейчас нужны вязаные жилетки и пояса. Для этого неравнодушные жители передали шерсть. Собачья шерсть, ее надо постирать сначала, потом посушить, потом ее спрясть, потом связать из нее заготовку на пояс, опять ее постирать, опять высушить и потом оформить ее уже в конечном виде, уже в пояс готовый. Потом мы их оформляем, кладем туда письма, добрые пожелания мальчикам и отправляем. Внести свой вклад в победу может каждый. Например, принести мытые банки без этикеток, предварительно загнув зубчики от открывашек внутрь. Заготовки пойдут для изготовления окопных свечей. В студию очень ждут тех, кто готов вступить в ряды волонтеров-рукодельниц. Здесь научат изготавливать хомуты и другие вещи на вязальных машинках. Елена Макова, Михаил Куричко, Тобольское время.